МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Ну что, у нас в последние дни очень сильно похолодало и мы уже утепляемся во всю. Последние дни вообще не было время начала снимать, я бегала до бесконечности по делам. Сейчас решила немножечко пешком пройтись, мне нужно в магазин, можно подъехать одну остановочку, но я пройдусь немножечко проветриться, потому что, потому что, потому что. Хочется уже немножко походить, потом я вернусь домой, у меня много-много дел. Немечко тоже сегодня дома, хочу всякие вкусняшки приготовить. Так. У нас ночью уже где-то плюс пять, днем плюс девять, плюс двенадцать. Не рассчитывала, что пойду пешком, так мне даже немножечко холодно, потому что я по помещениям бегала и чтобы мне не было жарко, я не очень тепло оделась. А в итоге я решила пройтись сейчас, но ничего, мне недолго. Это знакомые места. Я тут раньше жила. Я вспомнила сегодня, я уже вот с тех пор, как мы переехали, ни разу в этом магазине не была Мараната. Я вспомнила, что в нем очень даже цены неплохие. Я здесь недалеко была и решила заехать. Яблочки, ой, свежий урожай яблочек Галла. Какая вкуснятина. Я уже два раза покупала. Просто невероятные яблоки, просто невероятные яблоки. Летом вообще яблоки невкусные, заряжавшиеся старые, а осенью начинаются потрясающие яблочки просто. Такие сочные, такие сладкие. Даже захотелось. У меня дома есть, кстати. И мандарины уже начинают быть вкусными. До этого они химически кислые, безумно дорогие и вообще никакого удовольствия от них. А сейчас уже начинаются. И уже некоторые даже и сладенькие. Урожай. Ешка грецких орехов где-то за Прагой проезжал мимо. Насобирал. Там тьма тьмущая грецких орехов была. И у нас сейчас вся гостиная, весь пол заложен этими орехами. Сохнутся, вы спрашивали. Я говорю, о, работу будет нам чистить. Зато весело. Вьетнамцы собирают орешки за Прагой. Чистят их и продают. И они у них, кстати, намного дешевле, чем в магазинах. Орехи вообще дорогие. Но в магазинах, супермаркетах. Что-то они вот супермаркеты на все сбрасывают. И цены могут как-то, да, ввиду огромных своих потоков, все-таки повыгоднее предлагать. Наверное, меня вообще не слышно из-за дороги. Но орехи у них вот держится цена годами. Высокая. И бывают такие фирмы очень дешевые, которые типа дешевые продают. Я пару раз пыталась покупать, но это кошмар. Там половину выбрасывать надо. Я не знаю, как такое разрешают продавать. Половина сгнившие, скрюченные орехи, непригодные к употреблению. А как только нормальная фирма, так сразу ценник вылетает. Вот я почти и пришла. Наверняка вы узнаете это место, это биби-центрум. Так, зеленый у меня. Давненько я здесь не была. Сколько? Пять или шесть месяцев? Вообще время после переезда очень быстро пролетело. Какое-то невероятно занятое время выдалось. Все просто вместе, все в кучу. Гуляю просто миллион раз меньше, чем когда-либо в моей жизни в последние годы. Постоянно какие-то заботы, хлопоты, еще из квартиры много-много доделывали. И вот мелочушки еще до сих пор не доделали. Я уже про декор молчу. Все. Захожу в магазинчик. Я надеюсь, что он еще здесь есть. Но, по крайней мере, их лого висит. А то, может, уже его нету. Ну, ресторан есть. Этот магазин при ресторане вегетарианском, кришнаитском. По-моему, кришнаитский. А может быть, наоборот, евангельский. Что-то вот вылетело из головы, не помню. Может, даже, наверное, евангельский он. Все, пошла запариваться.